В эфире новости Дагестан. Здравствуйте, я Фатима Буталибова. И вот главная тема выпуска. Эмоции, впечатления и воспоминания на всю жизнь. В Махачкалинском аэропорту встречали первых паломников, вернувшихся с хаджа. Миликов в школе. Дети рады, чиновники не очень. Подробности рабочей поездки главы в Южный Дагестан расскажем в выпуске. Интеллектуальная транспортная система в действии. Умные светофоры на улицах Махачкалы. Еще одна благоустроенная территория. Городские власти ремонтируют сквер около центральной джума мечети столицы. Первые паломники из Дагестана вернулись на родину. На святых землях они провели около двух недель, выполнив все обряды хаджа. В аэропорту Махачкалы соотечественников встретил муфти региона шейх Ахмад Афанди, а также родственники и близкие друзья. Подробности в сюжете Хамзу Нурмагомедову. Я даже не могу выразить. Были бесподобные места, наши священные места. Очень даже приятно было, очень было хорошо. Уставшие, но счастливые. Среди первых паломников, которые вернулись на родину, представители власти, известные спортсмены и общественники. Их лично встретил муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди. Все нормально, хорошо. Мы очень довольны. Мы ходом министре довольны. Все должны быть. Тогда все это не так, чтобы не уступать. Да, действительно, я был впервые, совершил хаджи. И впечатления очень достойные. До сих пор как будто во сне. Видимо, буду это все переваривать, вспоминая каждый днем. Кроме того, что совершил хаджи, использовал это для того, чтобы спросить паломников, как обстоят дела, как организация внутри, перемещение и так далее. Но хочу сказать, что ни одной жалобы не получил в ходе общения с паломниками. Дело в том, что все на высшем уровне. Они сами отмечали о том, что с каждым годом все лучше и лучше организация хаджа. И в этом году вообще на высшем уровне. Этот рейс с паломниками пребывал на святых землях Мекки и Медины 11 дней. За это время они совершили все обряды большого хаджа. Лицезре в священную Каабу, мечеть пророка Мухаммада, мир и мои благословения и другие достопримечательности. Мы думали, что в этом году, когда в середине лета будет жарко, погода была замечательная, группа замечательная. У нас получился самый такой, как бы правильнее сказать, легкий, наверное, хадж. Пусть его же не примет. И кто не был, пусть у того получится побывать на этих святых землях. Хадж прошел очень легко, так как паломников было на 2-3 раза меньше. И загазованности было меньше, и пробок было намного меньше. Ну, было намного легче. Конечно, хадж не должен быть полностью легким. Хадж, он для того, чтобы мы преодолевали какие-то и физические трудности. Поэтому, в общем, все благополучно, все совершили хадж. Я был 17-й год, ранее был с родителями. Сейчас с женой уже с сестрой поехал, как бы, да, хадж. Уже сколько интервью я дал, и каждый раз я объясняю, что словами это передать невозможно. Это должен пережить каждый мусульманин, обязательно, не откладывая. Я сторис ввел только для того, чтобы люди увидели, что все очень просто, что все очень ярко, увлекательно, эмоционально и важно для каждого мусульманина. Такая перепрошивка. Обнулился, перепрошился и совсем другой человек. В плане организации, как вообще, такого народа? Все прекрасно, великолепно, качество на очень высоком уровне. В сравнении с многими, кто были рядом, я понимал, что мы в очень комфортных условиях. Организацию паломничества на себя взяла компания «Марва Тур». На протяжении всего хаджа дагестанцев сопровождали опытные специалисты, которые не только создавали для них комфортные условия пребывания, но и помогали правильно совершить религиозные обряды. Хадж прошел мимолетно, конечно, но, аль-хамдул-лях, так как в этом году у нас был большой хадж, день Арафа совпал с пятницей, эмоции были просто, зашкаливали, так сказать, потому что когда прибываешь именно на Арафа, видишь эти миллионы людей, которые обращаются к Аллаху, все плачут и понимаешь, что они получат ответы, иншаллах, на мольбы. Каждый, кто делал дуа, и за каждого, который делали дуа, иншаллах, я думаю, в этом году будет принято однозначно. В плане организационных вопросов, аль-хамдул-лях, Марва Тур, все гостиницы, переезды и так далее, все было очень слаженно и максимально помогали паломникам, и мы старались помогать паломникам на каждой дежурной в гостиницах. Дежурные на местах работали слаженно и были готовы помочь. Даже они не переживали за свой хач, грубо говоря. Они переживали, как бы паломнику было все, что ему нужно, чтобы у него было под рукой, все, что на любой вопрос, который они хотят, чтобы была возможность ответить и так далее. Очень сильно старались, Марва Тур. В этом году с нашего региона большой хач благополучно совершили около пяти тысяч верующих. Последний рейс с дагестанскими паломниками запланирован на 27 июля. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бихбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Незапланированный визит в Рутульскую школу номер один главы региона обрадовал только детей. Директору образовательного учреждения пришлось отвечать на неудобные вопросы. Сергею Меликову, в частности, не понравились условия пребывания учащихся в пришкольном лагере. Ты видел, в каких они условиях, в школьном лагере, в раздевалке нет света. Дети ходят с грязными ногами, им помыться негде. Девочка принесла из дома мячик, и они этим мячиком играют в футбол. Когда мы садились в машину, они взяли мячик и домой пошли с ним. Как до такого состояния вообще школу можно было довести? Я понимаю, что капитальный ремонт делается там, где силу изношенности кровля может потечь. Или какие-то другие там могут произойти истории с обрешалостью, отопление, проводки, еще что-то. Вот это капитальный ремонт. А вот этот ремонт текущий, кто должен? Напомним, накануне глава Дагестана побывал с рабочим визитом в Рутульском и Курахском районах республики. В обоих муниципалитетах Меликов посетил образовательные и медицинские учреждения, а также встретился с местными жителями. Так, в селе Икра он навестил семью Героя России Зейнудина Батманова. Отметим, в 2015 году лесник отказался выполнить требования боевиков, которые хотели с его помощью выманить начальника местной полиции, за что и был расстрелян. В мае прошлого года Меликов вручил семье Героя ключи от новой квартиры в Каспийске. К другим темам. Сотрудники ГИБДД провели в Махачкале масштабный рейд. В ходе оперативно-профилактических мероприятий полицейские выявляли водителей, которые пренебрегают правилами дорожного движения. В отношении нарушителей были составлены протоколы. Такие массовые мероприятия вызваны ухудшающейся статистикой по ДТП на дорогах региона. За текущий год в республике произошло почти 700 аварий. В них пострадало 970 человек. Погибло 113. 12 из них – дети. Обстановка с аварийностью в последние 10 дней резко ухудшилась, в связи с чем руководством госавтоинспекции МВД по республике Дагестан принято решение о проведении на территории города Махачкала и по федеральной автомобильной дороге Кавказ-Астрахань-Махачкала мероприятий. Основная цель мероприятия – это профилактика дорожных транспортных происшествий. Именно выявление тех фактов грубых нарушений правил дорожных движений – это выезды на встречную полосу, управление транспортом в нетрезвом состоянии, перевозка детей без детских удержанных устройств. Полицейские задержали подозреваемых в краже автомобиля «Мерседес Е211». Машина была угнана в Буйнакске, а затем замечена правоохранителями в Махачкале на пересечении улиц Ирчи-Казака и Иракского. Полицейские задержали и доставили в отдел водителя и пассажира. Ими оказались двое жителей Буйнакска, 28 и 29 лет. По их словам, они заметили заведенную иномарку без хозяина и не смогли удержаться. Подогрел интерес к машине и выпит ранее алкоголь. Установлено, что это не первый подобный случай на счету злоумышленников. Ранее они были судимы за аналогичное преступление. Большинство магазина, увидел машину открытую, заведенную. Было состояние опьянения, соблазнился, все машины уехали. В какую сторону направились? В город Бухачкала. Что планировали сделать с машиной? Определенных целей не было, да, такси покатался, покататься и приехать. Как в итоге вас задержали? Задержали. Машина под филот в вазик. То есть догнали, остановили. То есть выяснилось, что машина уже в вазе трёх. Что планировали сделать с машиной? Абсолютно ничего, просто катались. Водители проезжают быстрее, а пешеходам не приходится долго ждать. Умные светофоры помогают разгрузить Махачкалинские улицы. Так, в тестовом режиме в ноябре прошлого года интеллектуальная транспортная система была внедрена на пересечении улиц Яракского и Гагарина. Специалисты проанализировали работу датчиков и выяснили, что такая практика положительно влияет на ситуацию на дорогах. Уже сейчас зафиксировано увеличение пропускной способности на 15%. Максимальное время ожидания на переходе составляет 45 секунд, а минимальное всего 30. Не пугайтесь, если вы видите, что табло обратного отчёта времени не работает. Мы сделали это специально для того, чтобы не вводить участников дорожного движения в заблуждение постоянно изменяющимся времени. Всё это направлено на то, чтобы повысить комфортность при движении по городу и снизить задержки в движении транспорта и пешеходов. Проект нацелен снизить количество ДТП, повысить уровень безопасности дорожного движения для автомобилистов и пешеходов. Отметим, умный светофор в автоматическом режиме рассчитывает продолжительность горения зелёного сигнала для разных направлений. Сейчас школы активно готовятся к новому учебному году. Ремонтные работы должны быть проведены в 19 школах столицы. Накануне представители мэрии Махачкалы совместно с депутатами Народного собрания республики осмотрели образовательные объекты. Сегодня мы осуществляем объезд общеобразовательных организаций, которые включены в президентскую программу капитального ремонта. Такие периодичные выезды во время мониторинга строительных работ в рамках капитального ремонта мы с коллегами находим различные варианты для того, чтобы можно было уложиться в срок сдачи объекта. И частной периодичностью для того, чтобы можно было на месте найти решение для таких строительных проблем, которые возникают здесь на месте на различных этапах и не охваченной проектно-сметной документацией. В ходе мониторинга были выявлены детали, которые не были предусмотрены в проектно-сметной документации. В большинстве случаев это у нас теплые оттенки, которые не должны раздражать учащихся в последней учебе. Принято решение в ученических классах три стены выкрашивать спокойный цвет и более привлекающее внимание это стена, где находится доска. То есть здесь такие архитектурные решения. Здесь изучен опыт школ с учетом опыта проектирования новых школ. Здесь применены новые такие дизайнерские решения для того, чтобы отойти от наших типовых, вот таких немного скучных решений. Далее краткий обзор новостей с Каримом Данивом. Сотрудники полиции в Дербенте задержали 42-летнего местного жителя за хранение наркотиков. В ходе досмотра у него в машине было обнаружено 150 грамм марихуаны. Запрещенные вещества были расфасованы по спичечным коробам. Задержанный рассказал, что хранил траву для себя, а расфасовал для удобства употребления. Возбуждено уголовное дело. В Кайтакском районе при столкновении двух приор погибли два человека и еще четыре, в том числе трехлетний ребенок, пострадали. Инцидент произошел накануне. 48-летний местный житель, управляя приорой, выехал на встречную полосу, где не справился с управлением и столкнулся с другой приорой, за рулем которой был 63-летний местный житель. Скончались водитель автомобиля, выехавшего на встречку, и его 53-летняя пассажирка. И еще одна смертельная авария. Причины все те же. В Сергокалинском районе на трассе Маннас Первомайская Лада Гранта выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2114. От полученных травм водитель 14-й скончался на месте. Пассажир Гранты, 21-летний парень, также не перенес повреждений. Он был доставлен в больницу, однако не выжил. На 42-м километре автомобильной дороги Буйнакск-Черката произошел обвал скальной породы на проезжую часть. К счастью, пострадавших нет. Специалисты приняли оперативные меры для расчистки дороги. Движение автотранспорта на время проведения работ было организовано в объезд через село Ашильтан. У центральной джума мечети появится благоустроенный сквер. Специалисты уже начали работы на объекте. Подрядчики обещают установить на месте новые бордюры, максимально озеленить участок, посадив деревья и кустарники. Напомню, эта локация была утверждена для реконструкции абсолютным большинством горожан в рамках рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства. Работы будут завершены уже осенью текущего года. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также на Яндекс.Дзен и ВКонтакте. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok